Ну, к нам на хутор прилетел первый рой. Первый рой выбрал не деревянную, не пенопластовую, он выбрал самую большую ловушку. Вот сейчас мы наблюдаем, как заканчивается вход. Рой очень большой и ловушка очень большая, так что главное это размер. Вход роя я не увидел, я опоздал минут на 15, но это посчастливилось увидеть моему брату, который приехал чуть раньше. Сейчас я вставлю его, он не только увидел, но и записал, вставляю его видео. Заселение состоялось. А вот так это все выглядит через пять минут после прибытия. Гражданки сидят, рассматривают окрестности, отстающие подтягиваются. Самые смелые уже внутри, а самые рабочие уже тянут воск. Маточка где-то уже тоже обживает новое пространство. Ну вот наши будущие новоселы кенийского улья приехали, немножко волнуются, но завтра они успокоятся, облетаются и мы будем их пересаживать. Всем привет! Пчелиный сезон набирает обороты, пчелы уже роятся, пойман первый рой, это значит надо контролировать, надо не только ловить чужие, но и контролировать свои. Сегодня мы будем заселять наш кенийский улей. С этими пчелами я не знаком, они у меня не дрессированные, команда не зна, нельзя еще не знают, поэтому я на всякий случай одену маску. Хотя бы так на голову для начала. Что там внутри я не знаю, они прилетели двое суток назад. Через сутки как они прилетели мы их перевезли и сутки они постояли здесь. Пчел довольно много. Надо же еще натереть наши планочки воском. Вот у нас воск и мы натираем планочки воском. Возможно, это делать не и не обязательно, но чего-то мне их захотелось так сделать. Все, натираем, чтобы пчелки не перепутали где им тянуть ихнюю вощинку языки. Да, что-то есть, меняется. При пересадке ловушки или... Неважно, при пересадке ловушки надо поставить ловушку литком на то место, где будет стоять улей. Вот сейчас мы этот улей передвинем сюда, они совместятся. Пчела у нас облеталась и сейчас каждая пчела, которая будет прилетать в полет, неважно где будет стоять вот этот улей, там, 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 она попадет точно в это место. GPS и GLONASS у них работает намного лучше, чем у людей. Это мы сейчас с вами в этом и убедимся. Убираем вот этот корпус. Убираем вот этот. Зайди туда и сдвигаем сюда. И сейчас ставим наш улей. Чуть-чуть звень на плитку. Все, все, назад чуть-чуть. Назад чуть-чуть. Все, убираем. И вот наблюдаем, как они будут себя вести. Сейчас нам главное еще найти матку, потому что матку хотелось бы поменять. Плохо, конечно, совсем без, оставлять их без, без бащины. Ну уж как есть. Вот они уже. Семья просто огромная. Сразу видно, что это первак. Даже сразу выем эту перегородку, чтобы им было больше места. Такими вещами я еще никогда не занимался. Я просто пересаживал с рамки на рамки. Здесь же рой пересаживается просто в пустой ящик. С надеждой на то, что он начнет на этих планках тянуть языки. Рой очень сильный. Просто, просто огромный. Это было и понятно в то время, когда он заходил. Вот и матка. Вот наша матка ходит. И вот вопрос. Менять матку? Наверное, надо поменять. У нас матки выходят, корняка. Завтра можно дать будет им матку. Вот наша маточка. Матка в жизни летает, наверное, два раза. Первый раз, когда облетывается. Второй раз, когда роится. И куда я ее делал? И вот и не знаю. Ну, если вы половули, ее счастье будет жить. Ну, и кто бы хотел посмотреть, как это сыпется. Так, ну и, наверное, я закроюсь же. И закрываем их нашими реечками. Ну, чтобы им дать направление первой рейки. Вот приклеили мы такой язык, но вряд ли он будет держаться. Ну, может, они поправят. Может, будет. Либо вставляем его первой рейки. Все, в этом улье им не будет тесно. Ну, выходи. Ну, вот прошло минут пять. Пчелки потихоньку входят. Сидят вот здесь, на сетчатом дне. Ну, и сейчас мы посмотрим, что у них происходит внутри. Вот здесь они выстроились. И вот наши на реечках уже висят. Вот что сейчас происходит внутри нашего улья. Пчелка перекрыла. Так, раскрыла. Опять перекрыла. Ну, посмотрим, подождем до завтра. Посмотрим, что будет завтра. Ну, вот прошло еще десять минут. Пчелки прилетают, входят, успокаиваются. В принципе, пчела спокойная попалась. Вот я здесь нахожусь без средств защиты. Они садятся на меня, не проявляют никакой агрессии. Так что матку можно... Если матка выживет, я ее оставлю. Все. Всем пока. Значит, вот я покромсал одну рамку. Вот так она сейчас выглядит. Для чего? Тут есть однодневный расплод. Если матки здесь нет, они заложат маточники. А если матка есть, маточников не будет. Вот так сейчас у нас здесь находится пчелы очень много. И вставляем наш сот. Потом, скорее всего, мы его отсюда отберем. Ну, еще пока не пока, еще одна маленькая процедурка. Ставим в середину корпус. Вот с такими сердечками. Если все получится, это будут сердечки меда в деревянной рамочке. Продавать такое жалко. Так что это будет дариться самым активным нашим зрителям. Вот теперь уже вся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok